Почему у вас нет результатов в сетевом бизнесе? Привет, сетевик! Меня зовут Наталья Жукова. Работая со своими партнерами на интенсивах, я выявила несколько причин отсутствия результата у людей, почему не строится команда, почему нет продаж. На мой взгляд, это самые важные причины. Если вы их осознаете и поймете, вы добьетесь очень классных результатов. Итак, первая причина, самая банальная. Нет конкретного решения быть успешным. Только и всего. То есть еще не возникла такая ситуация, что настолько все плохо, что дороги назад или оставаться на одном месте просто не существует такого момента. То есть когда невозможность ситуации становится превыше всех других чувств, чувств неуверенности в себе, сомнений каких-то, каких-то страхов. Вот когда невозможность ситуации становится выше всех этих чувств, тогда человек просто делает колоссальный прорыв, и, видимо, у вас еще этого нет. Видимо, еще до этого, как говорится, не дошло. Потому что, как правило, люди в сетевой бизнес идут тем, кому действительно очень сильно некомфортно. И следующий пункт, следующий момент, причина отсутствия результатов, у вас нет вообще, в принципе, цели. Ради чего все необходимо делать? Ради чего меняться? Ради чего стараться? Ради чего преодолевать себя? То есть вы, ну, у вас нет точки Б, да, вот вы находитесь в точке А, точки Б у вас нет. У вас нет конкретной цели, которую можно выразить в конкретном денежном эквиваленте. То есть вы хотите вроде бы подработать денег, но вы знаете, что я заметила? Ну, людям не дается энергия для того, чтобы они вот даже вот эти вот немножко, немножко подработать даже у них не получается, когда нет нормального денежного эквивалента, который необходим привлечь в свою жизнь, да. И либо у вас есть цель, то есть вы четко понимаете, что вам надо, сколько нужно денег на это, но у вас вы не понимаете вот этой траектории, вот этой дороги из точки А в точку Б. С вами не проработали наставники, да, вы не знаете финансового плана, маркетинг-плана, да, компенсационного плана своей компании, и вы как бы не понимаете, что это реально в этой компании. И по факту вы не видите себя именно в этой компании, достижение своих целей именно в этой компании, потому что вы не понимаете, как туда добраться, да, из точки А в точку Б, какой объем работы сделать. Поэтому у вас все как в тумане. Следующий момент, вы не любите людей, вы не хотите помогать людям, отдавать ценности, отдавать полезности, потому что вам придется обучать, курировать, быть наставником, наставником в сетевом бизнесе. И вы, ну, просто элементарно не хотите это делать, либо вы боитесь, что вы будете каким-то плохим наставником там, то есть вы не взяли ответственность за свою жизнь, и тем более не можете брать ответственность за жизнь других людей, за успех других людей, да, хотя здесь тоже есть некоторые такие пункты. Люди боятся брать ответственность за результат других людей, а необходимо брать ответственность за путь, за то, что ты будешь помогать, а не за результат. Это такая, такая некоторая ремарка, да, которую я скажу. Далее, у вас расфокусировка, то есть вы в одной, в пятой, в десятой, у вас 10 MLM-компаний, а по факту вы нигде. То есть нет вот этого фокуса энергии, внимания вашего личного, который работает как лазер. Как лазер, вот в одну точку бьете, и однозначно лазер делает свое дело. То есть начинает приходить денежный поток, и если вы делаете все правильно, он начинает увеличиваться. Увеличиваться. Следующий пункт, о котором я бы хотела сказать, да, причина отсутствия результата. Это вы не хотите делать то, что вам некомфортно. То есть вы не понимаете, что вы пришли совершенно в другую деятельность. Вы там работали где-то, я не знаю, секретарем, продавцом и так далее. Я вот воспитателем работала в детском садике, да. И вы не понимаете, что вам сейчас необходимо делать то, что вы не привыкли делать. То, что вам некомфортно. И на начальном пути, в начале пути, да, когда мы новички, мы именно делаем то, что нам некомфортно. А постепенно, вы знаете, я вам скажу так, по секрету, как говорится на ушко, да, постепенно это становится комфортно и в кайф. То есть вы не привыкли продавать, знакомиться с новыми людьми, как-то вот в вашей жизни было совсем мало знакомств, да. Вы не привыкли людям показывать что-то такое, что людям поменяет жизнь, да. У вас не было такого. И поэтому, как бы, поэтому тоже отсутствует результат. То есть не хотите себя преодолевать, не хотите, ну, как говорят, выходить из зоны комфорта. Я уж не знаю, какой там может быть комфорт, когда люди, повторяюсь, большинство людей в сетевой бизнес приходят, ну, далеко не в комфортном состоянии. Не хотите преодолевать себя, потому что этого нужно делать очень много, особенно на первом этапе, ну, и, в принципе, и в дальнейшем тоже. Постоянный рост и преодоление. Следующий момент, который я хотела бы озвучить, это у вас нет вашей деятельности, дисциплины, систематичности и нет терпения. То есть вы сам по себе, вот, нетерпеливый человек, вам нужны результаты здесь и сразу. Вы не понимаете, что иногда нужно создать фундамент, да. Люди иногда, даже год, порой сетевики, новички, они просто вот этот фундамент делают, а потом у них начинают очень круто выстреливать. Нет, повторяюсь, дисциплины. Я считаю, что вообще это очень самые важные вещи, да, это дисциплина, это терпение и систематичность действий. То есть успех в сетевом бизнесе – это большое количество повтора простых действий систематично. То есть вы делаете как-то все от раза к разу. Сегодня сделал, а завтра нет, да. Нет у вас вот этой вот системности, да, в развитии своего бизнеса. И это очень важная преграда, очень важная преграда. Ну и, конечно же, если у вас даже вот это все присутствует, вы все это проработали, все, вы четко знаете, как вы в своей компании дойдете с точки А в точку Б. Какой объем вы выполните, для вас это уже реально. Вот эта точка Б, она для вас реальная. Потому что вы понимаете, как это сложится. Это то, о чем я говорила в самом начале, да. То есть у вас все, вы проработали, и терпение, и дисциплина у вас есть, да. И вы не расфокусированы, вы бьете в одну точку. Вы любите людей, хотите им отдавать ценности, хотите, чтобы люди вокруг вас становились лучше, обеспеченнее, счастливее, свободнее, да. То есть все это у вас есть. Значит, у вас нет системы последовательных действий. То есть нет системы в работе. Система, которая бы сопровождала вас пошагово. Сделай сегодня одно, завтра сделай другое и так далее. Либо она у вас есть, но вы игнорируете какие-то элементы системы, почему-то считая, что вы гораздо умнее, чем люди, которые ее создали. Например. Так вот, ребят, хочу сказать следующее. Если со всеми пунктами, которые я проговорила, вы можете справиться сами, ну, маркетинг-план со своим наставником, да, вот все вот эти вещи проработать сами, то с последним пунктом, с системой последовательных пошаговых действий я вам могу помочь, потому что именно такую систему я продвигаю в массы. Система от долларовых миллионеров по командопостроению. Система, которая вырастет вас из новичка до топ-лидера, если вы этого захотите. И для подробной информации, для того, чтобы понять, что за система, вам необходимо со мной связаться, контакты мои будут под этим видео. А я предлагаю вам в комментариях написать, а какой из этих пунктов, ну, вот у вас присутствует, да, вот как вы это чувствуете, как вы это понимаете. Я рада была быть вам полезна. Спасибо. До свидания.